Девушки отдыхают 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 встречался, она меня лечила, и она говорит, вспоминай, самое счастливое. И я вернулся в детство. Наверное, это самое счастливое в моей жизни. Это детство. А родители кем были ваши? Мамочка работала всю жизнь буфетчицей, а папа, пока не чуть-чуть стал пить, работал в органах. Потом его выгнали, и он стал слесарем, сантехником. Вообще, рукастый очень был мужик. У меня этого, к сожалению, нет. Он мог сделать все. Такой работящий. А брат на сколько старше? На 7 лет Саша мой. У нас разные фамилии, у нас разные папы. Вот, мамочка одна. И Сашка сыграл мои... Ну, в общем, все сыграл в моей судьбе, и как бы выдернул меня из Таганрога, и привез в Москву, и я поступил. А правда, что вам на день рождения дарили солдатика? Ой, брат, если ты видишь, это... Брат все видит? Да, это оловянные солдатики, да. Мы вот так вот да, 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 да. Я сжигал спички, разрезал головку, втыкал туда из подушки какой-то пух, и это были индейцы, да. И вот я так... Слушай, у воображения вот человека. Ой, ну это здорово, это здорово. Не очень в большом достатке семья жила. Оловянные солдатики самые лучшие игрушки. И тоже у меня есть информация, что вы с папой... Смотрите, это... Да, да, да. Что это? Это ствол. С папой стреляли, да. Ой, да, это браслеты. Браслеты на ласты так раз. Их одевают так вот. Ой, еще, ой, еще, Коля. Да, да. А по этим, да, по... Это Красная Москва, да? Самый лучший запах. С отцом стреляли, да. А как... То есть это была такая игра? У папы был пистолет на работе, да? Ну, это не игра, это он учил. А-а-а! Учил сына стрелять. Не знаю, где он запасные патроны брал. Это же надо отчитываться было. Мы, конечно, с братом такие хулиганисты были, а и у нас вешалка была такая вот рогатая. И снизу, и сверху. И вот папа раз за эту вешалку, он знал, что мы не уйдем, но мы умудрялись и с вешалкой уходить. Реально. Реально. Да, да, да. Это отец. Я вот просто про папу скажу. Честный вот сотрудник органов был и дела очень серьезные раскрывал такие. И мне, наверное, не задают когда вопрос, вот откуда у тебя актерская? Я не знаю откуда. А потом я вдруг стал вспоминать, что у мамы была так вот на трюмо какая-то деревянная яблока, которая открывалась, и там сейчас спонжики всякие. А у отца был мундир. У него были награды. Вот, я снимал эти все награды, одевал мундир, брал ствол, придумывал себе какую-нибудь там, я не знаю, историю, какой-то героический поступок, совершал его все перед зеркалом, захватывал. Потом одевал себе медаль. И так шло время, я брал вату, я приклеивал усы, я уже старел. Старел. Да, я старел. Да, потом, ну, и это все, иконостас уже здесь такой, значит, медаль. Следующую медаль, да. Да, медали, да, да, да. И так, ну, вот, наверное, вот отсюда какие-то фантазии все эти. Я очень, как бы, такой, ну, не очень общительный человек. Я вот очень... Да, я только хотела спросить, вам самим собой было нормально, не скучно? Нет, не скучно. Я мог часами играть один, что-то придумывать, строить вигвамы. Я безумно любил индейцев. Я шил себе какие-то перья бабушками, там, эти всякие. Нет, наверное, вот, не знаю по складу. Мне говорят, у тебя, Николай Ильич, есть друзья? Я, к сожалению, отвечаю, нет. А, к счастью, вот, самые большие друзья это вот мои родные. Вот, жена, дочь, брат. А так вот, чтобы... Вот, лишен я такого счастья. Понимаю я это, хорошо. Чувствую. Очень хорошо понимаю. А вы учились хорошо или из-под палки? Отвратительно. Отвратительно, ага. Сейчас вот я приехал с дедушкой моей мечты в Таганрог. Да-да-да, это фильм «Дедушка моей мечты» из Саши Стрижанова. Да, и, конечно, мне стыдно, но, говорят, наша гордость. Он учился на отличника. Я говорю, не обманывайте, пожалуйста. Меня выгоняли 150 раз из-за плохой поведения, из-за спекуляции, что я только не делал. И, в общем, я не очень хороший. Единственное, меня прощали, я все время, я пел более-менее нормально патриотические песни, военные песни. Очень любил петь. И танцевал. И выводил на конкурсах на первое место школу. Вот только лишь из-за этого. Ну, еще мама, наверное, приносила, там, она же в буфете работала, тогда дефицит был, там, колбаски принесет, сырочку учителям. Да-да-да, что-то, что можно было дать там доставить. И вот за это меня, наверное, прощали. Причем у вас же брат, брат Николая, солист. Большого театра. Большого театра. Можете себе представить? Александр Науменко, да? Да. То есть это удивительное дело, как вот два сына и вот таких талантов. Это просто удивительное дело. А родители как отнеслись к тому, что вот старший сын поехал поступать? Он в консерваторию или в Гнесинку? Нет, в консерваторию. В консерваторию. Потом и второй пошел по какой-то смутной линии. Я не знаю, работа в буфете это понятная работа, работа в органах почетная работа. Даже работа там, слесарем, сантехником, это понятная работа, коль нужная. А артисты? Господи, где они эти артисты? Никто и не верил. И никто, потому что там мамочка еще помогала по дому убираться у состоятельных там людей. И эти состоятельные люди, они не могли понять, как у Юли. Мы жили бедно очень. Несмотря на то, что мама могла там что-то брать, но она никогда ничего не брала. Я говорю, у нас, я говорю, не ковров, а достаток оценивался. Это сервант, это ковер, хрусталь, ничего подобного не было. Даже золотых зубов не было. А тогда взятка, я не знаю, в консерватории, либо в щуку, щепку, в гитисе. Это Волга. Ключи от Волги. Вот, как мы доехали, как мы поступили, бог его знает, я не знаю, сейчас можно придумывать чего-то, но, наверное, так вот сложилась судьба. А может быть, потому, что мне некуда было идти. И мама, вот она никогда не понимала, кто где, мне очень нравилось, она всегда говорит, Саша, какие у тебя еще съемки? Он говорит, мама, я певец. А меня все время говорит, когда у тебя опера, я говорю, мам, я вот... Я актёра. Она говорит, а не один, черт лишь бы. Вообще, с мамой... Мы ее когда забрали в Москву, и она стала ходить в театры, она такая простая, во-первых, она шалела от Москвы, потому что у нас на улице знали все друг друга, общие там свадьбы, похороны, там все вместе, а здесь она сошла с ума, и когда она пришла, я играл от Элла, у Сигалова, и прозвучало только начало спектакля, у меня уже мои поклонники, и мамочка сидит, а она только видела меня, она сразу так... Зайка. Да, и... И какая-то женщина, такая эстетка московская, маму так дын-дын-дын по плечу говорит, дамочка, вы в такт музыки аплодируете, на что моя маманка так разворачивается, она говорит, я не в такт музыки, я в такт своему сердцу. Слушайте, а у меня еще есть вот какая штука, это пакет. Ой, сейчас я сейчас расскажу. Слушайте, расскажите, яркие тут цепи на нем. Это символ эпохи целой, десятилетия, это 74-й, 75-й, 76-й год, первые появились пакеты Родео, это ковбой такой, перескакал, Винсон и Мальборо, вот такие вот были. Абсолютно. Вот, кто их не имел, тот, значит, не человек был. Ну, правда, это шли все, они штопались, они переклеивались, они гладились. Гладились через тряпочку они, да? Ей по 4,5 рубля при заработке в 60 рублей, это очень круто было. Это с этими пакетами шли по городу, на танцевальной веранде ставили в центр, вокруг этих пакетов танцевали все, потом махач какой-нибудь, потом эти пакетики брали, ну, это кто? Это все. А вы ими... Фарцевал, да. Фарцевали, да-да-да, спекулировали. Да, я очень богатый человек был. Куда, что делать, если бы мне мозги детские, вот сейчас я бы, наверное, был, может, побогаче. Вот тогда я крутился старше. Я получал больше мамы. Я хочу, чтобы сейчас о вас сказал Эдик Ардюкевич. Ну, он абсолютно открытый, светлый и с хорошим... с хорошим чувством юмора. Его трагедизм, который в нем есть, и отношение к себе, как... вот в высоком значении этого слова к клоуну, это сочетание в нем замечательное, оно сочетается, и это дает огромный диапазон, его актерские просто раскачивают. И, конечно же, я считаю, что в жизни и по отношению и к детям, и к любимым, и ко всем, он нежный, чуткий, любящий, он настоящий, уважающий мужик. Спасибо огромное. Я даже не ожидал, что это... Смотрите, значит, и школы там чуть не выгоняли, да? Выгоняли очень много раз. И даже и выгоняли. А в музыкальной школе вы учились? Учился, тоже выгнали. Тоже выгнали. Что такое? Вы не учились, Там медрака была, там и чего-то. Я очень любил сольфеджио, безумно любил хор. Вот это да. Я писал, я не знаю, я не себе комплимент, но я слухач. Я слышу. Но то, что касается специальности фортепиано, это ад настал для меня в тот день. Я идиот. Я... Папа играл на баяне. И вдруг этот баян переворачивается, и клавиатура... Ну, когда играешь здесь, да? Вот. А он так ложится, что клавиатура вот здесь. И маленький Коля, идиот, подошел и сделал так. На следующий день стоял Красный Октябрь, пианино. Откуда его папа взял? Да, да, мы. И вот этот страшный метроном, который зачеркнул все мое детство. Я проклинаю этот день. Вот этот цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Ой, это кошмар. Я придумал, что моя педагога беременна. И когда через 9 месяцев мама пришла с подарками, они говорят, а где Николай? Он... Не учится. Не ходит. Она говорит, так вы же беременны. Она говорит, вы с ума сошли. Я что только не придумал. А вот все, что я муз-литературу любил, безумно любил. Сальфеджио, вот хор. То есть все, что обычно не любят. Да. А я вот наоборот. А правда, что вы собирались еще и в мореходку поступить? Это было стадное чувство. Все побежали, я побежал. Либо у нас пединститут, инъяз был, по-моему, и мореходка. Ну так как это и Дон, рядом и Азовское море, где у лукоморья дуб зеленый. Знаете, что такое лукоморье? Ну, лукоморье слово. Нет, не знаю. Это таганросы впаривают всем, так как был Александр Сергеевич Пушкин в Таганроге, и действительно он там написал это стихотворение. Вот. Лукоморье – это Азовский залив, он в виде лука сделан. Ну, как бы, вот так. Вот. А дуб зеленый, значит, таганрожцы высадили сотни дубов на набережной с памяти Пушкина, стоит Александр Сергеевич. И каждый, значит, таганрожец впаривает, приезжает, говорит, вот это дуб. А их там миллион этих дубов, как собак герет. Да-да-да-да-да-да. А это лук и море, вот, Джон. Ну, это прекрасная легенда, совершенно замечательная. А как вы двинули в Москву из Таганрога? Сначала в девятом классе или в десятом я поехал. Просто попробуют. И так, у меня сейчас легкий говор остался, но на это плюнули все. И кинорежиссеры, и говорят, ладно, пускай вот урод один такой будет. У меня такая плавающая немножко от Г я избавился. Но когда я приехал поступать, первые два роковых слова были, они говорят, откуда вы, молодой человек? Я говорю, город Таганрога. Они говорят, всего доброго, до свидания. И Сашке, брату, говорю, по-моему, меня сразу взяли. Он говорит, да-да-да. Но я поступил в Ростовское училище искусств, убрал страх, убрал более-менее это ОГЭ, быть она неладна. И через год я приехал и поступил уже до конкурса, я дошел, по-моему, и в Щуку, и в Щепку, и в ГИТИС на три факультета. Но я другое хочу сказать. Я вот после, ну, как работал в театре, в кино, объездил там весь мир тройным витком. Но первое впечатление от Москвы, мы приехали в пласткартном вагоне, где-то у туалета ехали. И приехали, и я увидел, у нас бывал снег, маленький, но таких сугробов я не видел. Я увидел киоск «Союз Печать», и я, как сейчас помню, студент, по-моему, убирал, и я стал рыдать от счастья. У меня сейчас мурашки. Я понял, что я попал на другую планету. Поняту? Да. Понимаю. Я говорю, брат, это кто он? Говорит, это студент убирает. Я говорю, снег. Снег. Да, а он, заходим в общежитие, ночь еще, все дрыхнут, пахнет чем-то. Я смотрю на стене, а раньше, помните, любили вырезать из журнала? Конечно, конечно. А там была реклама дезодоранта «фа», и вот это сочетание «фа» английского «а», и я понял, что все, моя жизнь состоит. Здесь человек какой-то спит. Да, да. А здесь такая красота! Вырезанный журнал, реклама дезодоранта, не пережить, слушайте, ну просто не пережить. Слушайте, а брат вот так с вами таскался, да, несмотря на то, что он старше и приехал раньше, и он здесь уже подобжился, наверное, да? Ну годик, ну-ка, подобжился, да. Ну вот тем не менее, все равно, то есть он прям вот такой вот, прям брат. Да, они еще и в однокурснике сейчас, это все народные, перенародные, кто в Штатах живет, кто в Германии, а тогда они первокурсники, они меня на кухне, где все, значит, и пианисты, и вокалисты, я им читал Рождественского, 210 шагов, по-моему, Роберта Рождественского. И я вот этот квадрат, так как у меня память хорошая всегда была, я так жах его, выучил и поступил вот именно с этим стихотворением. И еще с танцами. Я бы станцевал вам, но... Коль, а вот обрушилась столичная жизнь, совсем другая. Мало того, что снег возле киоска союз печать, мало того, что на стене картинка вырезана, но ведь это же все вот понеслось, да? Педагоги, спектакли, барышни, новые друзья, общага, родителей нет. Как это вот все было? Это круто было. Это, ну, я не знаю, счастливое время, я и женился сразу. У меня был гениальный текст, гениальный, я горжусь им так, который сказал, женился на моей дочери? Я говорю, да. Он говорит, будь любезен, обеспечивает. И я пошел работать. Какой-то прям настоящий, второрежимный текст. Я его так обожаю, он очень известный человек, это Андрей Баршев был. Ведущий радио? Да, да, да. Но его все обожают, голос просто невероятный. Невероятный. Вот, и тем не менее, что как бы семья в достатке жила, он очень меня многому научил, он говорит, ваша супруга вперед. Я учился, а ночью я четыре года подряд работал в метро. Я дренажник шестого разряда. Я зарабатывал 130 рублей, и я мог позволить и одевать жену, и всегда приносить деньги на еду в семью. Я люблю, чтобы у меня были деньги. Это я очень хорошо понимаю. Я тоже люблю, чтобы у меня... Да. Дочку, когда будете замуж, отдавайте еще. Не скоро, не скоро. Мы уже обсуждаем. Я говорю, станковый пулемет поставлю и начну отстрел. Конечно. А папа мой, когда к моей сестре кавалеры, значит, приходили, а папа все время с лопатой дорожку чистил. Лето было, не важно. Ну, он все время с лопатой, значит, не важно. Я Нинке говорю, я буду ходить, я буду старенький, но я даже кандыбаю, я все равно, я из последних сил. Я буду следить. Да нет, ни в коем случае. Вот так вот. Сейчас такой мир еще жесткий. Слушайте, ну, в общем, вы все успели. И женились, и на работу устроились. А институт как вам давался? Московский, рафинированный. Наверное, хорошо. Мне нравилось актерское мастерство. Я много этюдов делал, и потом спектакли много играл. И я безумно любил своих педагогов, и Судакова, и Лидии Николаевну Князьбу. Молодой Белякович был, это молодой Морозов был. И было все здорово. А кто с вами учился из больших нынешних? Дима Певцов, Володя Виноградов. Ну, вот моя жена была, вот, Ксения Ларина, которая ведущая... Радиостанции. Да, радиостанции, да. У нее другая фамилия была. А почему вы развелись? Время пришло? Не знаю. Наверное, так сложилось. Вот. Это как, я в свое время, вот, Константин Аркадьевич меня взял, и я еще застал. Да, и я успел поработать с Аркадем Закачевичем Райкиным. Я такой счастливый человек, там несколько спектаклей. И я точно знал, что я умру на этой сцене. Я пройдет там 15 лет, 20, я получу заслуженную, потом пройдет еще я народного. Я так умру. Я все четко себе распланировал. Ага. Вот. Я никуда, я не перебежчик никакой-то. Так и в семье. Я думал, что это на века. Ну, я не знаю. Не складывалось, да. не сложилось. На мой взгляд, очень важны настройки, Николай. То есть, вот о чем я вас и спрашиваю, да, и вы про них и рассказываете, да, что вы были настроены, ну, на вечность. На вечность. А это... И на счастье, и на любовь. И на счастье, да. А край кино вас кто как бы определил? Меня брали в Тюз, еще куда-то, и пришел Константин Аркадьевич, посмотрел отрывок мой, и взял за руку и просто отвел, и через 45 минут я подписал, что я буду, ну, артистом. Взял меня сразу. А это уже был сатирикон или театр-миниатюр? Нет, это театр-миниатюр. Слушайте, поблеск. Райкин великий человек, но очень сложный. Художник. Художник, абсолютно верно. Тиран. Тиран, абсолютно верно. Таким и должен быть художник и руководитель. Я так горжусь вот моей главной педагогией вот Судакова-Князева, потом Константин Аркадьевич, потом Алла Михайловна Сигалова и Роман Григорьевич Виктюк. Такие вот глыбы, которые я просто... Я счастливый человек именно в актерском плане да и в жизни. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели отрывок из спектакля давнего. И мы вот, обсуждая вас, Коль, до того, как вы приехали, мы все сошлись на том, что мы знаем этот спектакль наизусть. Служанка? Ну, конечно. Я говорила вам, моя девочка, избегайте плевков. Оставьте их при себе. Худеньки, худеньки. Пусть там накопится побольше, чтобы заблудившийся путник мог утонуть там. Вы отвратительны, моя красавица. Посмотритесь на мои тухли. Вы полагаете мне приятно, что мою ногу оболакивает ваша слюна, ваше болотное испарение. Я хочу, чтобы мадам была красивой. Я буду красивой. Можно я скажу? Вы представляете, какой был шок для моей педагога Ирины Ильиничной-Судаковой. Я у нее играл Тендрикова Сашку военный спектакль. Еще один военный спектакль. И я у нее такой вот мужик был. И вот она приходит на этот спектакль. И она сошла с ума, увидев меня с голым торсом в юбке. Еще вот это перчатки. Да, да, да. Ну, это была революция совершенно. С этого спектакля началась другая театральная эпоха. Для вас этот спектакль что значил? И откуда взялся Виктюк, Коль? Я в армии в этот момент служил. И я забежал, был знаменитый Капустники у Константинера Райкина. И я такой шалелый забежал, стал танцевать. И Роман Григорьевич увидел меня и говорит, вот он, как он потом рассказывает, он и только он. И что Константинер Райкин сопротивлялся, говорил у него там это, он в армии, у него говор. Но Рома типа настоял. Настоял, да, да. Настоял. И с этого началось. Нет, конечно, это такая встреча наша, вот это мой любимый человек. Мы один раз с ним репетируем, и Дед Пиаф Нутца, есть такая джазовая певица, я что-то там кричу на самолете, он говорит, сыночка, нам бы, с тобой репетировать бы и репетировать, и ничего нам в этой жизни не надо. Он такой, я Ромочку, я Рому, я не знаю, я его понимал, я не могу слушать его слова блуди вот эти, потому что это велик, ему в разведке надо служить, он может сейчас говорить, ничего не понятно. Он говорит, космос, это небо, земля, мост, любовь, что к чему, что играть, что играть, я не знаю, я говорю, Рома, скажи мне цвет, ноту, фас, скажи, я пойму, но вот это, я говорю, конкретно, ты можешь, но он великий, великий. А вы как-то сочетали театр и кино? Сочетал, да, сочетал, но тоже проблемы были, меня Константин Аркадьевич не отпускал, может быть, по-другому судьба сложилась, и я счастлив был в массовке танцевать, я всегда всем это привожу, что массовка у нас хорошая была, это был и Сережа Урсуляк, прекрасная массовка, это и покойная Машенька Голубь, это и Миша Ширвиндт, это и Костя Лавроненко, ну, не важно, зато школа была хорошая, совмещал, вот первый фильм, там, прощай, шпана за Москворецкой, ой, давайте кусочек, кусочек посмотрим из него, давайте, прощай, шпана за Москворецкой, Таганка, все ночи полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня, Таганка, я твой бессмертный арестант, Митенька! Мамочка моя первая, киношка. А вы проснулись знаменитым после шпаны? Нет, нет, узнаваемым я проснулся после сериала моего любимого Владимира Аркадьевича Краснопольского, «Нина», где киллера Сашу Ветро сыграл, вот это было просто... А после этого, ну, как, но это мне было приятно, это был последний фильм, который еще в кинотеатрах Москвы показывали, где рисовали еще... Да-да-да-да, плакаты, плакаты, да. Плакаты лица, не понял, а такой большой был этот. И я вышел, после кинотеатра, надеюсь, что меня кто-то... Нет, так люди прошли. А вот эта вся история, откуда добывается? Не знаю, я вот, меня тоже спрашивают, вот, за последнее время моя любимая роль, это я сыграл, вот, Лазара Йосиповича Вайсбэйна, то бишь, Леонида Осича Утесова. Да. Я просто, мне так нравится, как я его сделаю. Это правда. Это правда. Это вот, наверное, есть, честно скажу, есть очень много ролей, которые я даже и не смотрю, но это почти чистый заработок, а этот вот нравится. Все говорят, кто-то высказывал, они говорят, а почему ты такого утесова, резкого сделал такого? Я говорю, вы знаете, это была глыба и очень непростой человек, и вы привыкли его видеть таким уже плакатом, уже в возрасте, когда такой спокойный. Человек был очень жесткий. Мне нравится вот именно играть в неординарные какие-то повороты вот характера. А партнер, вы сложный? Фантастический. Это единственное, что я могу сказать. Я очень хороший. Я, во-первых, наоборот, очень многие пользуются этим, на шею садятся. Не тяну никогда дел на себя. Это и есть профессия, ее предавать нельзя. Оксана. Кудрисович. Ольгу Погодину, давайте послушаем. Он очень благодарный партнер. Он никогда не позволит, чтобы отыграть с партнером и уйти там с крупного плана партнер. Никогда в жизни. И он будет тратиться на крупный план партнера, особенно если ему нравится партнер, ровно так же, как на свой дубль. Это качество высочайшего профессионала, высочайшего. И если ему нравится работа другого артиста по картине, в которой он играет, или по спектаклю, он обязательно об этом скажет. Это редчайшее качество. Он подойдет и скажет, фантастически сыграно. Ты знаешь, было здорово. Вот это, вот это и вот это. Это от артистов практически невозможно услышать. Спасибо. Мне так приятно, что я... Приятно от Ольги слышать. Очень. Коль, а вот у меня какой вопрос. Для меня очень любопытный. Что нужно сделать, чтобы качество вот этого вот пресловутого мыла улучшилось? Назвать актеров, пошить им костюмов. Достаточно ли? Или все-таки нужно все начинать сначала? Режиссерские школы, преподавать, все заново. За эти года 90-е мы растеряли очень много. И выросло целое. Вот правильно когда-то Сережа Урсуляк сказал. Вот и расцвет вот тех режиссеров, вот 30, когда лет, когда там 40, когда такое, оно выпало на те тяжелые года. И теперь вот надо, надо восстанавливать. И актерские школы, и все, что касается кинопроизводства, вкладывать большие деньги. Учить сценаристов условно, да? Конечно, нету сценаристов. Ну, как есть, конечно. Нет, ну смотрите, вот я смотрю этот наш всеми любимый, согласитесь, и народный сериал «Сваты», да? Персонаж ваш говорит, ну что ты сидишь лицом вялого Политка Таржанина. И это блеск. Это молодцы мужики, там сценаристы, которые писали. Просто молодцы. Молодцы, да. И так можно научить людей? Или это вот должна быть какая-то чуйка? Скорее, учиться, да, можно. А научить, я не знаю, если бы можно было научить, тогда мы уже знали бы или цепь счастья, и писать бы научились, и все, и играть бы научились. Это точно. А учиться надо. Фрагмент из этого сериала не могу я удержаться. Ну как же можно, никак нельзя. Ванечка! Беда! Ваня! Ванюша! Ну шо опять? Свадьба пропала. Свидетели под Николаевкой увязли, сами говорят, никак не выберутся. А тракториста невозможно разбудить. Собака с крестин на рак пришел. Местные говорят, часов через шесть проснется. А че ты ко мне пришел? У тебя в доме, он там вода из города спит. Вот к нему и обращайся. О, Господи! Алюха! Иди, сюда иди. Шо? Ай! Фу, зараза! Спасибо. На двоих сыграно, да? Вот это просто... Ничего не происходит, да? Никто в космос не летит, из лазерного ружья не палит. Ой, а Фитка это вообще... Зеленую маску не носит, понимаете? С голыми грудями на зрителя не идет. Да. И ну невозможно оторваться от вас. Ну невозможно. Спасибо огромное. Это все... А вы... Вот смотрите, я смотрю этот фильм там раз за разом, и как начинающий сценарист, вижу, как вот этот ваш персонаж с каждой серии, он себе отвоевывает место от серии к серии, от эпизода к эпизоду. На него все время все больше и больше хочется смотреть. То есть, когда его нет, чувствуешь себя немножко обделенным. Вот я как зритель. Господи, куда он делся? Митяй-то этот... Ну что такое-то, а? Пьяный, шо ли, там где лежит? Ну правда. Он начинался с какой-то совсем вот... Он проходящая роль была, там, по-моему, два съемочных дня вообще было. А потом, ну как-то так вот судьба сложилась, что он стал... Ну прям, да, да. Митя-митя. Митя-митя наш, да, да, да. Родня, которую я не знал, оборвала трубку, говорит, Боже, это ж в каждом дворе вот у нас есть такой митяй. Чистый, правда. Да, да. И все стали, значит, мне направо-налево хотят выпить со мной, хотя я уже давно не пью. Вот. Я говорю, я не дурой, я совершенно не такой, как митяй. Потому что я... Совершенно. Вот митяй и я, это два разных человека. Конечно. Просто я не знаю, почему. Опять же, я умею играть. Да, умеете. Вот это правда. Вот это правда. Вы так умеете, что мы все верим. И вот это равенство между созданным персонажем и актером, на мой взгляд, это самый серьезный комплимент таланту. Я хочу, чтобы сейчас Саша Стриженов сказал. Ой, мой хороший. У меня ощущение, что Николай Добрынин ворвался, как-то ворвался в кинематографическую и театральную жизнь. Добрынин прекрасный артист. Прекрасный артист. И пластичный. Не знаю, я получил удовольствие от работы. С ним бесстрашный. Сам выполнял трюки. Сложнейший. Отказывался от каскадеров. Он, как волк из «Ну, погоди», летал в тазу по лестнице, в мороз, проваливался под лед. Да, в болото. В камышах, зимой. В общем, я, конечно, благодарен судьбе за возможность с Колей поработать и передаю ему большой привет. Спасибо, Саша. Вот он у вас рассказывает, Стриженов, да? И он просто удовольствие получает. Рад рассказать. Это редкая штука. И я про него с удовольствием. Потому что редкая режиссера, Нуна и Сашка, и актер, который стоит за камерой и сопереживает. Если я в кадре плачу, то я вижу, и Сашка там стоит за камерой. Да, да, да. Я говорю, Саша, перестань, ты сбивай меня. Он настолько хотел. Не знаю, получился, не получился фильм, но мы столько вложили в него и Леонид Аркач, и Саша, и Катя. Фильм «Дедушка моей мечты» называется. Там Леонид Якубович играет, и Коля Добрынин. Кусочек смотрим. Это Вы Якубович. А это Добрынин. Белкин. Михаил Михайлович. А Вы? Я Белкин. Белкин. Я тут живу. А Вы? Вы вообще меня слышите? Что Вы все время киваете? Как Вы сюда попали? Вы с кем пришли? Вы чей-то дедушка? Дедушка, это Вы выпили моё пиво. Это Вы выпили моё пиво. Про любовь. Да. Хочу я спросить у Вас. И про Вашу прекрасную семью. Вот, 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 дай Бог всем здоровья. Жена третья, правильно я понимаю? Да, Екатерина, да. Где Вы её обрели? Откуда она взялась? Она в поклоннице, как она говорит. Она была... По поклоннице, да. Ой, Те, Господи. Ходила, ходила, вот, находила, да. Она на спектакле ходила? Да, она на спектакле. И так мы долго, как бы, не соединялись, были знакомы, а потом вот как-то так соединились, и это, по-моему, самое такое у меня, надеюсь, уверен, что это... Я так люблю дочь, я так люблю жену, что я... Вот, правда, мне даже, казалось бы, мне очень тяжело даже сутки без них находиться. То ли я постарел, то ли я стал в мораль играть. Наверное, не играть, наверное, просто заложенная вот эта мораль вверх одержала. Ну, я же разный был. Понятно, но в конце концов... Я... Ого-го! Нет, ты это всё понятно. Сейчас я... Вот, я... Их так люблю. Прямо аж до зубы сводит. Я не умею жить для себя. Себя я вижу только в работе, к сожалению. Отдыхать я не умею. Я бездарен в этом. Я не знаю, что это такое. Вот, в принципе, ну, что для себя, для себя, для себя. Пиджак новый куплю. А, нет, я шмоточник страшный. Ой, как... Нет, я это обожаю, люблю. И порой актёры так не поют, говорят, Николай, ну, что ж ты как... Я люблю красиво. Причём одеваться. Я не знаю, откуда это в Таганрожском порубке. Из бедного детства. Ну, можно. А вот с вашей точки зрения забаловать ребёнка, залюбить, испортить этой любовью можно? Наверное. Может, кто-то скажет, что можно, но мне не хочется в это верить. Поэтому я буду баловать, сколько могу, сколько мне это позволит. Ну, не знаю, я так хочу. Я бы вот прижал бы их, вот, и всё бы давал, давал. Ну, я не знаю. И они благодарны. Они даже заплакали. Позавчера я из Минска. И они на репетицию пришли. Мы зашли в кафе, а я сижу, и не выспавшись, и она понимает, жена, что я раздражаюсь из-за того, что я к ним хочу. А я даже домой не смог зайти. И они так прильнули, одна сюда легла, другая, и стали убить плакать. Ну, зайки. Ну, ничего, ну, надо зарабатывать, надо работать, ну, такой период. Коль, спасибо вам большое за встречу, и я желаю вам, чтобы вот это состояние вот обнять, прижать и держать, да? Ну, не проходило. Чтобы оно было с вами, чтобы дочка росла, чтобы вы как нормальный папа с лопатой караулили этого жениха. Это я вашу папу все. Чтобы надавать ему по голове в случае чего. Это даже... Любовью, я совершенно точно знаю, нельзя испортить. И я от всей души желаю вам, чтобы вас любили ваши девочки, и чтобы ваши зрители и зрительницы любили вас так же, как люблю вас я, как говорил Татьяна Дарова. Спасибо большое. Николай Добрынин в школе учился неважно. Зато потом, когда понял, в чем его истинный потенциал, показал миру, на что он способен. Недаром говорят, что из троечников вырастают самые успешные и талантливые люди.